Временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с председателями Советов многоквартирных домов города Новочебоксарск. В Дом правительства активистов Михаил Игнатьев пригласил лично, чтобы услышать от них, каким они видят развитие города-спутника. Подробности в следующем материале. Жители Новочебоксарских домов пришли в Дом правительства с большим списком вопросов. К мнению активистов города в республиканском правительстве прислушиваются. За последние годы в ходе совместной работы удалось решить немало проблем. 100 дворов мы сделали, начиная с 2019 года, еще 100 дворов в плане. Потом все остальные дворы, которые там остаются, мы закроем в течение 3-3,5 лет. Ремонт в этом году провели и в одном из дворов по улице Винокурово. Это дополнительные средства, которые выделены городу. У нас будет отремонтированная дорога. Хотя бы попала в соседний дом. Вот хотелось бы это немножко продолжалось и дальше. Все в плановом режиме, по тем средствам, которые мы собираем, дорожный фонд, 3 миллиарда рублей, я к среднюю скажу. Вот эти 3 миллиарда мы распределяем по всем муниципалитетам. Соберем больше в следующем году. Все эти средства пойдут в муниципалитеты. И уже депутаты городского собрания расставляют приоритеты. В каком дворе по своей программе нужно сделать в этом году. В каком дворе в следующем году. Вообще, отмечают старосты, в последние годы развитию Новочебоксарска начали уделять большое внимание. Благоустраиваются дворы, проводится ремонт в многоквартирных домах, сокращаются очереди в детских садах. Говорили на встрече и о печально известной управляющей компании «Новек». Многие жильцы до сих пор пытаются вернуть средства, которые они платили за так и незавершенный ремонт. Пять лет платили за крышу, которую украли. Наверное, она имеет в виду. Пострадали они очень сильно. Никто нам не подсказал, что вы текущий ремонт. Ведь капитальный ремонт текущим ремонтом перекрывается. Никто не подсказал. Пять лет мы платили. Поэтому сейчас Динаида Ивановна, она каждый через день ходит в управляющую компанию. Через день. И все проверяет. Ну, пожалуйста, дорогу нам обещает администрация. В первую очередь. Долго боролись, потратили время, нервы, но навели порядок. Люди по-другому начали относиться. И решение суда есть, и посадили. Материальный ущерб, который причем, конечно, до конца не изыскали. Не было бы своего ремонта сигнала, увидели бы много денег. Обсудили на встрече. И какие меры принимаются сейчас для улучшения качества медицинских услуг в Новочебоксарске. На работу выходят 9 новых врачей во взрослую сеть. То есть, 3 из них идут непосредственно на первичное звено. И мы предполагаем, что дефицит кадров и доступность первичных врачей будет, в общем-то, улучшена. Предложение жителей – это сигнал для руководителей муниципалитетов, считает Михаил Игнатьев. Чем активнее горожане, тем быстрее можно решить насущные проблемы. Татьяна Белова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.